Привет-привет, с вами снова я, Алина Рин, и в этот раз наше расставание было достаточно долгим, но вы знаете по каким причинам. Не буду на них снова останавливаться. И вот теперь, после долгого перерыва, привыкая опять к игре, а я уже переключилась на другие игры, вы, наверное, заметили, я много по ним видео сделала, вы, может быть, смотрели, я, в общем, почувствовала, что нужно сделать обзор по танку, который мне по-настоящему нравится, который явился бы открытием для меня. Я долго думала, пробовала на одном, на другом, и, наверное, по разным танкам тоже в ближайшее время что-нибудь подготовлю. Но вот этот танк, о котором сегодня пойдет речь, он реально мне понравился. И мне захотелось свое первое видео после долгого перерыва сделать именно по нему. Что же это такое за танк? А танк этот очень интересный, с интересной историей, а самое главное, это десятка, в прошлое десятка, вы можете вообразить, которая теперь, в силу ряда обстоятельств, попала на восьмой уровень. Вы уже, наверное, поняли, что это английский средний танк FV4202P. Что же это за танк? И почему такая странная история у него? Ну, конечно, будучи на десятом уровне, он, в общем-то, этому десятому уровню совсем не соответствовал. Из десятого уровня на восьмой перевели его, конечно, с понижением множества характеристик. Тем не менее, по внешнему виду он остался таким же, орудие стало, конечно же, другим, бронирование стало другим. И все же он сохранил ряд характеристик, которые мне в нем десятку действительно напоминают. И играть у меня на нем, ну, вроде бы, получается неплохо. А танк еще интересен тем, что он был в свое время акционным, поэтому его очень многие смогли получить, те, кто прокачал новую десятку английскую средний танк, и выполнил там ряд каких-то условий. Да и многие приобрели его потом, зная, что танк очень неплох. Например, у него прекрасное орудие, то есть пробитие базовыми 226, ну, 258 премиумными, сами понимаете, что никто практически не будет премиумные возить с собой, потому что ББ при нормализации хорошей гораздо лучше, на нем работают, да, и то есть разница не огромная. Плюс ко всему, очень неплохая точность 0.33, сведение неплохое, особенно при прокачке определенных характеристик экипажа, и углы вертикальной наводки, минус 10, плюс 20, ну, что еще нужно, этого вполне хватает. И хотя по своим ходовым характеристикам, то есть 35 км в час, например, вперед, 20 назад и 12 приблизительно лошадей на тонну, что скорее напоминает тяжелый танк, чем средний, то есть ездить на нем достаточно скучновато, но его неплохие углы бронирования и многие другие характеристики, например, экраны по гусеницам, которые часто спасают от чужих кумулятивов, они, в общем, создают очень-очень неплохой и комфортный стиль игры. То есть при хороших углах вертикальной наводки можно выезжать, показывать только свою башню, которая не очень большая, с хорошими углами, и отбивать снаряды гораздо более мощных противников, и по пробивной способности, и по урону. Ну, в этом бою я это и попробую продемонстрировать. Ну, что еще прекрасно в этом танке, то, что он акционный, то есть очень многим принадлежит, получить его было достаточно просто, выполнение задач не очень сложных приводило к тому, чтобы он оказался у вас в ангарчике, и, соответственно, обладая этим танком, множество людей очень сильно просаживают его характеристики. То есть и на стрел, и по результатам боя, и многие другие вещи, которые приводят к ВН-8, если вы их превышаете. То есть поднимать ВН-8 на этом танке, вот, очень быстро это можно делать. Каждому танку в игре вообще свойственны свои функции, и не надо функции одних танков примерять на другие. Например, этот танк не для каверлийских атак, не для того, чтобы врываться и быстро-быстро там стрелять, по всем и убежать. Нет. Это танк, который со своей динамикой способен использовать складки местности, и вдумчиво бороться с одним-двумя противниками, используя неровности карты и преимущество холма и так далее. И несмотря на то, что ДПМ у него совсем не впечатляющий, там около 1800 в минуту, даже с учетом перков, но все-таки это позволяет сделать два выстрела по противнику с долгой перезарядкой, хоть и всего нанося по 230 урона за выстрел. И его достаточно быстрая скорость заднего хода, 20 км в час, она позволяет весьма так равномерно выезжать и отъезжать, что не каждый танк тоже может, как вы знаете. А и снайперить по командирским башенкам радиста на расстоянии при 0,33 точности вполне возможно. Понятное дело, что для тех, кто привык, например, к Кромвель-Б, Кромвель, или к другим английским танкам, скажем так, 6-го уровня, 7-го уровня и так далее, этот танк выглядит странновато, то есть они-то привыкли врываться быстро-быстро, там все мочить, там всех реализовывать динамику танка, а здесь такой вдумчивый, полутяжелый танк получается, поэтому можно услышать столько отзывов о нем, как о УГЭ. А на самом деле, мне лично танк очень-очень нравится, просто нужно на нем играть совсем по-другому. Ну и доходность танка, конечно, это при 8-м уровне, очень неплохая, стоимость боеприпасов низкая, то есть при даже средней игре из боя по 50 тысяч вполне можно вывозить, а уж не говоря о том, что при великолепной игре под 100 тысяч можно за бой вынести. Понятное дело, конечно, что так как уровень боев для этого танка не льготный, то есть он попадает к десяткам частенько, то и роль его в игре, конечно же, меняется в зависимости от этого. Например, с десятками, там, скажем, второй линии, не вылезать, подальше быть, быть незаметным как можно дольше и так далее. Но все-таки со своим пробитием в 226 базовыми снарядами, даже с десятками он очень неплох, то есть он вполне может, если уж там не в лоб, то в бок, так точно кого угодно пробить. Да, танков в игре с таким базовым пробитием просто единицы, особенно среди премов, конечно. И несмотря на вот этот вот нельготный уровень боев, мне этот танк позволяет держать уровень побед там под 70%, что очень для меня хорошо. Чтобы снять все вопросы по моему ведению боя, я решила выкладывать все-таки под видео ссылочку на реплей, то есть каждый может потом посмотреть в деталях и так далее, разобраться, что ему нравится в танке, а что не нравится, а может быть даже откомментировать мой стиль игры, что мне тоже интересно. Пишите, что я делаю неправильно, на ваш взгляд. Ребята, я хочу учиться. Это очень интересно, это может пригодиться, в принципе, и другим. С появлением этого према английская линия премиум танков очень интересной стала, мне кажется. Я их люблю, в общем-то, все, начиная с ненавидимой множеством народу Матильды БП, Black Prince, который вообще тихоход, но зато очень скорострелый и вполне прилично пробивает на пятом уровне. Прям сделаю по ней тоже видео, я думаю. И продолжая тем же самым Кромвелем, о котором я уже сегодня говорила, Кромвель Б просто великолепный танчик, просто топчик. И вот такой вот тоже этот прем. Он интересный. Столько в нем разных составляющих противоречивых. И в то же время мне очень нравится на нем играть, очень приятно. Такой по-настоящему английский вальяжный танк. Не для каких-то там, не для беготни туда-сюда, а для таких красивых прогулок, результативных, в то же самое время комфортных. Ну и что еще хочется добавить? То, что обзор у него великолепный, то есть с использованием пудинга, с прокачанным боевым братством и с вентилем, он вполне себе закрывает всю зону в 450 обзора. И не нужны ему ни трубы, и оптика тоже не нужна. Ну и горит он, конечно же, тоже очень редко. У меня реально ни разу не горело, несмотря на то, что я с пудингом и чаем езжу, блин. Без всякого обнетушителя. ПТ-шить на этом танке тоже очень неплохо можно, так как он весьма неплохим коэффициентом маскировки, видимо, обладает, да и орудие у него не очень мощное, без ствольного тормоза. При выстреле оно не демаскируется на больших расстояниях, и часто можно до конца игры не быть обнаруженным, что тоже в некоторых ситуациях, особенно при борьбе с десятками, очень важно. Ну и, как видно из этого боя, еще и очень хорошо, что само орудие расположено близко к крыше башни. То есть для того, чтобы выстрелить, нужно совсем немножечко высунуться из-за холма, и вот смотрим теперь результаты боя. Нафармили 43,5 тысячи серебра, что очень так средненько. Бывает, что, как ни странно, при меньшем гораздо настреле, чем этот, больше фарма. Но там еще важно по-своему, не по-своему засвету, а иногда сам насветишь больше, чем настреляешь. То есть танк из-за своего обзора позволяет это сделать. Первая позиция в команде, 3 фрага, 1300 заблокированного урона. А уж если учесть, сколько нам сбивали гусеницу без урона, это будет вообще. Так как я здесь на единственном своем противнике практически полбой сосредоточилась и всегда подъезжала туда, где была нужна, и где уже никого нового не обнаруживала, то здесь, по моим разведданным, получился ноль. А часто бывает по-другому, кстати, да. Надеюсь, вам этот танчик тоже понравится. Кому не понравится, тоже пишите. Интересно услышать ваше мнение. Я очень рада, что мы снова с вами вместе. И спасибо вам всем, кто переживал за то, что со мной произошло со всей этой ситуацией. Мне очень реально была нужна ваша поддержка. Теперь буду почаще стримить, почаще вас радовать. Времени у меня стало чуть-чуть побольше, и я решила поэтому посвятить себя каналу гораздо больше. Встретитесь за новостями. Для этого подписывайтесь вот здесь вот. Люблю вас, жду вас в гости. Заходите почаще ко мне, буду вас очень рада видеть. Кисики мои. Все, спасибо. Всем пока-пока. До новых встреч. Воттаны. Чуть не забыла.